всем всем большой привет он наконец-таки у нас очень классная погода так называемая бабье лето моя такая самая любимая пора осенью она наступила у нас в начале октября где-то примерно 20 градусов у нас сейчас но конечно же эти 20 градусов они не ощущаются так как бы они ощущались например летом все равно конечно же чувствуется некая прохлада но тем не менее деревья уже как видите желтые листочки под ногами тоже уже лежат очень очень классно я надела свою вот эту джинсовку вот и решила для вас немножко поснимать также хотела вам сказать насчет того что очень часто мои подписчики просят меня чаще снимать влоги снимать влоги каждый день выкладывать неделя влогов и так далее девочки мальчики я не смогу этого делать потому что я и так снимаю свои влоги по мере возможностей именно тогда когда у меня есть возможность снимать каждый день я просто физически не могу да и вообще в принципе у меня ничего такого интересного не происходит жизни чтобы показывать вам это каждый день и тем более снимать каждый день я хожу на работу как я уже много раз им говорила что работаю я с 8 часов утра и до 4 и поэтому как бы у меня реально нет возможности каждый день это снимать после работы я чаще всего иду за продуктами в магазин потом прихожу домой готовлю кушать занимаюсь какими-то своими делами жду мужа с работы и вечером мы проводим с ним как-то время либо мы идем куда-то либо встречаемся с друзьями либо просто смотрим дома фильмы конечно же эти моменты я снимать не могу потому что я же много раз вам говорила что свою семью я не снимаю во влогах и не знаю вообще наступит ли когда-нибудь такой момент что я буду показывать свою семью своего мужа я могу показать лишь некоторых своих друзей а именно подруг которые сами этого хотят это конечно же это не все мои подруги не все мои друзья а только лишь те люди которые сами не против сниматься во влогах это не знаю настя наташа аня может быть иногда моя подруга юля тоже не против появиться во влоге и не более того все остальные друзья как бы они не хотели бы этого поэтому я не смогу снимать вам каждый день буду снимать по мере возможностей поэтому пожалуйста не обижайтесь на меня за это ну вот как там как то кстати сделал недавно новый маникюр и в инстаграм почему-то мне начали писать я выложила фотку что какая-то некрасивая форма неаккуратно как-то сделано не знаю девчонки в жизни по моему все смотрится довольно таки неплохо и вот такая квадратная форма это моя самая любимая я пробовала другие варианты но признаюсь вам честно что мне комфортнее всего именно с такой длиной именно с такой формой и здесь у меня в общем красный классический такой маникюр и эффект так называемого битого стекла то есть такая пленочка которая как-то вот наклеивается на ноготь и вот таким образом выглядит я не знаю по моему очень даже симпатично как бы зря по моему что написали такие негативные комментарии честно я не совсем поняла может быть на фото так выглядит но в жизни по моему довольно таки неплохо видите у меня тут вот такой вот кошелечек это кстати кошки не кошелечек а такая можно сказать визитница для карточек от магазина манго такого серебристого цвета такая она дешевенькая качество довольно таки средненькая но туда помещаются моим картой я чаще всего расплачиваюсь именно картами в магазинах именно наличных денег я с собой можно сказать даже практически и не ношу а ношу только лишь карты потому что ну просто мне так удобней и во всех магазинах можно так именно расплачиваться также еще вот видим этот пакетик потому что пойду я сейчас за продуктами очень красиво он люди катаются на велосипедах деревья вообще обожаю осень осень вообще очень классное время жаль что я не умею кататься на велике а то бы сейчас бы тоже с удовольствием прокатилась бы муж на работе сегодня воскресенье я одна скучаю пойду немножко прогуляюсь заодно схожу магазин куплю необходимые бытовые вещи и также кое-что из еды посмотрите какие классные желтые деревья а говорят еще что осень какая-то унылая пора по моему не знаю я обожаю осень осень мое любимое время года но конечно же наверное именно вот когда такая погода как сегодня такая погода не очень люблю но вот так вот очень-очень здорово зашла в горе и джинс просто посмотреть что здесь интереснее когда но не было в этом магазине и несколько вещей вот мне здесь понравилось сейчас наверное покажу во первых вот такая блузка мне очень даже прыгали приглянулась единственное что она конечно же сделаны из синтетики но очень и такая симпатичная расцветка укороченная модель и в целом она довольно таки прикольно смотрится вот сейчас померю посмотрим также еще мне понравились вот такие вот свитерочки один вот такой вот розовенький очень симпатичный такой ярко-розовый я иногда люблю такие неоновые яркие цвета конечно здесь свет очень сильно искажает как видите он мигает но тем не менее вот такой свитер тоже конечно же акрил не натуральный материал но смотрится прикольно и вот такая тоже актуальная модель очень мне понравилось таким вот горлом сейчас очень актуально тоже такой свитер молочного цвета свободный несмотря на то что размер xs довольно таки свободный тоже очень очень прикольный поэтому сейчас glory джинс новая коллекция и в общем то есть интересные вещи если вас не смущает состав то можно посмотреть допустим такая бордовая коллекция в свете марсала также к видите там есть рюкзачок тоже очень актуально в общем в принципе есть интересные вещи на которые можно обратить свое внимание также еще лично мне более джинс очень нравятся висички для детишек очень они довольно-таки симпатичные прикольные например если бы у меня была дочка я бы допустим что-нибудь здесь ей купила например вот такой вот очень красивый свитшот для маленькой девочки было бы очень здорово хотела вам также показать свои новые ботинки от биржки которые мне привез курьер я заказала размер 38 у меня русский размер именно 38 и на сайте я заказала этот же размер и не прогадала они мне подошли размер в поэтому я утверждать не могу какие на сайте указанные размеры европейские или же русские очень сложно как бы и непонятно потому что обычно у меня русский 38 а если европейский то это 39 на сайте мне 38 подошел идеально они идут как бы не из натуральной кожи сделаны под замшу такой здесь довольно таки толстый каблук и немного такая рифленая или даже не знаю как искать подошва они выглядят с одной стороны довольно таки женственно и даже немножко классически но за счет этого каблука и вот такой подошвы они выглядят современно модно и стильно мне не очень понравились стоили стоили они 3000 рублей и они сделаны очень хорошо качественно фурнитура все качественно несмотря на то что это не натуральная кожа выполнены они очень очень даже хорошо по крайней мере у меня никаких вообще нареканий к ним нет и выглядят они очень стильно я уже мерила из со штанами и с джинсами и с черными или темно-синими очень классно и с юбками с плотными колготками за счет того то что они как бы под замшу сделаны с колготками они полностью сливаются и выглядят очень красиво ну вообще такая модель на мой взгляд они довольно стильные они еще есть на сайте поэтому если вам они нравятся то обязательно заказывайте качество у них действительно очень хорошая и еще также в журнале гламур за октябрь месяц была обнаружена тушь шанель пробник вернее туши от шанель я уже много раз пробовала именно эту тушь в пробниках мне она очень нравится хорошее у нее качество но ни разу я не покупала полную версию всегда пользовалась вот такими пробниками и такого пробника хватает довольно таки надолго несмотря на то что сам журнал стоит в пределах 50 может быть 55 рублей вы получаете вот такой классный пробник которым вы можете пользоваться довольно таки долго и кстати по моему других пробников здесь больше ничего не было кроме этого пробника поэтому вот такая вам наводка также описал об этом в инстаграм спешите идите покупайте ищите гламур октябрь еще конечно же не закончился поэтому я думаю что а он еще в наличии где-нибудь да будет также вроде как еще мои подписчики мне в инстаграм писали что валюр за октябрь тоже вроде как такой же пробник поэтому смотрите можно даже купить два журнала и за 100 рублей вы получите практически полноценную тушь шанель по моему это очень очень круто сам журнал честно говоря я не листала вот первый раз с вами вот так вот немножко его пролистываю ну как всегда много рекламы но тем не менее есть что посмотреть полистать на досуге почему бы и нет также хотела вам показать все немножечко покупок которые совершила в h&m через их онлайн магазин с официального сайта я все заказываю как всегда я уже вам как-то рассказывала и говорила о том что именно в h&m я очень люблю покупать какие-то базовые вещи потому что мне кажется что там наиболее скажем так хороший и актуальный базовый набор вещей по крайней мере именно в h&m именно в этом магазине мне именно базовые вещи нравятся больше всего и в этот раз я заказала себе ну во-первых абсолютно обычная вот такая даже не знаю как это сказать кофточка на сайте она была как футболка с длинным рукавом она сделана из хлопка и немножечко здесь есть добавление синтетики очень такой красивый винно-баклажановый оттенок отлично подойдет эта кофта под любую юбку потому что я люблю заправлять такие вот легкие кофточки в юбку завышенной талии и смотрится это очень красиво с плотными колготками с ботиночками очень люблю такие вещи как раз у меня не доставало именно а вот таких вот кофточек и также еще одну заказала вот так она сделана это уже идет здесь добавление хлопка и вискозы вот таким образом выглядит у нее такие интересные рукава сейчас это тоже так заметила актуально и в заре такое есть и в нчд много как бы такие разрезы на рукавах очень так симпатично смотрится вот это именно кофточка очень-очень приятная к телу у нее такой прям очень мягкий нежный я бы даже сказал приятный материал ну наверное из-за того что здесь есть вискоза и мне очень понравился ее цвет такой меланжевый зеленый оттенок к моему цвету волос очень-очень классно вообще подходит поэтому тоже присмотритесь к базовым вещам в h&m это просто находка там куча именно таких вещей и также еще тоже базовому гардеробу можно отнести вот такие джинсы я заказала то есть тоже в h&m это в принципе не знаю ничего особенного но это в принципе самые обычные вот такие вот черные скини джинсы у меня уже есть одни черные джинсы также из h&m они тоже завышенной талии но они идут с такими разрезами еще на коленках а это просто просто обычные здесь завышенная такая вот высокая талия просто обычные такие вот черные джинсики очень хорошее у них качество и они такие тоже приятные и мягкие к телу еще заказала вот такую юбку также в h&m она черная идет в такую серую клетку вот и она идет как юбка солнце такая расклешенная коротенькая кстати она сделана из такого материала очень приятного и довольно таки тепленького то есть такой плотный материал очень такой приятный вот и сзади у нее такая вот молния здесь стоила на 1000 рублей очень симпатично смотрится конечно здесь плохо вообще понятно что либо но как бы смотрится очень классно на сайте если они еще остались то я оставлю для вас ссылочки на эти юбочки если вам нравится такой фасон то присмотритесь на зиму очень классно и клетка сейчас снова в моде иду после работы домой тут у меня документы решила немножечко прогуляться потому что погода очень классная пока последний так сказать теплые денечки вот кстати мои новые ботиночки вот таким вот образом они смотрятся по моему очень даже они такие симпатичные выглядят довольно таки стильно на мой взгляд коричневыми такие колготки может быть немножко не в тему ну почему-то захотелось не сегодня надеть а Очень часто в последнее время мои подписчики просят меня рассказать о моих украшениях, бижутерии и также ювелирных, ну в общем в целом о моих украшениях. На самом деле я решила не снимать отдельного ролика на эту тему, покажу вам в этом влоге все. И также хотела сказать, что в последнее время я практически не ношу бижутерию, все что у меня было, можно сказать, я раздала своим подругам и знакомым, что-то даже выбросила, что посчитала нужным. В общем, крайне редко ношу бижутерию, но тем не менее покажу то, что у меня есть и что я все-таки иногда надеваю. И также продемонстрирую вам некоторые свои самые-самые любимые ювелирные украшения, у меня конечно же есть и другие, но покажу вам только тем, которые ношу постоянно и мои самые любимые. Конечно же самое главное, самое любимое мое ювелирное украшение, это конечно же мое обручальное кольцо, вот оно здесь, у меня оно обычное. И также вот часто я его ношу именно вот таким образом вместе со своим помолочным кольцом, оно идет с циркониями, вот этими, вот эти большие камешки это цирконии и маленькие это бриллиантики. Вот так это вместе смотрится, оно мне немножко большевато, помолочное кольцо, хочу его уменьшить в ювелирном салоне. Также мои постоянные сережки, которые я вообще постоянно ношу, это вот такие золотые сережки с циркониями и темно-красный камешек, это гранат. Ношу их на постоянной основе, это мои такие базовые каждодневные сережки, они с одной стороны вроде как такие и классические, женственные, но в то же время имеют на мой взгляд довольно-таки современную форму для ювелирного украшения. И также очень люблю свою цепочку золотую, она коротенькая, у меня по-моему 40 см, вот с таким крестиком минималистичным, тоже ношу практически постоянно, он как бы такой вот без распятия, вроде как типа считается как католический крест, но я его честно говоря ношу просто как украшение для красоты. Дальше мы перейдем к моим украшениям от фирмы Пандора, из Пандоры у меня есть два колечка, вот такое вот известное кольцо корона, думаю очень многие его видели в инстаграм, в различных пабликах, вот так оно выглядит, мне оно нравится, вот довольно-таки симпатичное оно, красиво смотрится на пальчики, можно сочетать с другими колечками. И также еще одно кольцо от Пандора выглядит вот таким образом в форме такого бантика, забыла слово, в форме бантика, также здесь камешки цирконии и вот этот натуральный жемчуг, бусинка, которую вы здесь видите перламутровая, это натуральный жемчуг. Очень красивое вот это кольцо, оно очень нежное, очень женственное, очень красиво по-девчачьи так смотрится. И также разумеется у меня есть сам браслет Пандора, который я ношу довольно-таки часто, не знаю как бы кто там, ну как бы кто как относится к Пандору, там кто-то считает ее актуальной, кто-то считает уже не актуальной. Эти браслеты мне лично, например в Пандоре больше нравятся украшения именно кольца, но также браслет тоже мне нравится, я не могу сказать, что я прям супер-мега поклонник Пандоры и постоянно покупаю новые шармы, нет, совсем нет, это совершенно не так. Но тем не менее этот браслет мне нравится, кое-какие шармы у меня имеются и я его в принципе достаточно часто ношу. Давайте я вам покажу свой браслетик, вот Пандора как у меня выглядит на данный момент, у меня обычный их классический браслет, сейчас я знаю у них появились новые очень симпатичные красивые браслетики, поэтому если вы заинтересованы, посмотрите. Вот такой у меня есть шарм клипса, который держится вот на такой вот части и фиксирует браслет, потом вот такой у меня шармик, это он идет как бы талисман декабря, потому что я родилась в декабре, потом красивый шарм был коллекция к 14 февраля, это муранское стекло и там внутри цирконий в виде сердечек. Вот этот мой любимый шармик в виде вот такого вот глазика, очень его люблю, мне он прям очень нравится, его можно носить кстати на какую-нибудь серебряную допустим цепочку надеть в виде кулончика. И последний шармик это вот такой милый шарм бантик, тоже мне очень нравится, ну вот такой у меня браслетик, у меня всего получается сколько, 5 шармиков на нем. Вот пока я больше ничего нового не покупала, но в будущем может быть что-нибудь и куплю. Также еще моими любимыми украшениями являются безусловно часы, часы я просто обожаю, вот что-что, но часы очень люблю. И могу вам показать только лишь 3 модели моих любимых часов, первое это вот такие вот часики от Casio, это оригинал, то есть это не подделка не китайская, не с Алиэкспресса, это на самом деле оригинальные часы от Casio, тоже заказывала их с какого-то сайта. Стоили они, ну по-моему, 2000 рублей или 2500 доставка, они мне обошлись. Очень такие прикольные ретро часики, на самом деле они очень стильные, классно смотрятся с джинсами, или даже я очень часто ношу их вместе со своим браслетом от Pandora, тоже очень так интересно смотрятся. Мне они нравятся, как бы я считаю их классными, стильными и тоже довольно-таки частенько их надеваю. Ну и конечно же 2 пары моих любимых часов от Michael Kors, я их здесь показываю, потому что я считаю, что часы как бы это в современном мире, это тоже как украшение и аксессуар. Такие у них огромные коробки, вот это мои любимые, я подпишу где-нибудь именно название модели, чтобы вам было хорошо видно, где-нибудь здесь напишу вам. Вот эти мои любимые, потому что они имеют серебристый тон стали серебряной и они подходят под большинство одежды, они такие, можно сказать, практически классические за счет такого циферблата и римских цифр. Они смотрятся одновременно классические и в то же время подходят под любую одежду и тоже очень стильно они смотрятся. Здесь мне нравится браслет тем, что по бокам звенья блестящие, а внутри идут такие вот матовые. Очень люблю вот эти свои часы от Michael Kors, но я уже вам рассказывала видео, где их заказывала, что и как, поэтому я думаю, что повторяться я здесь не буду, я лишь просто показываю свои любимые украшения, которые я постоянно ношу и вторые часы от Michael Kors, они упали, но как видите, с ними ничего не случилось. Вторые часики выглядят вот таким образом, это была такая специальная коллекция, очень они красивые, имеют уже такой золотой тон стали, но это, по-моему, розовое золото и здесь циферблат, видите, вот так вот переливается абсолютно различными, ну как бы он с одной стороны может быть и фиолетовым, и вот таким бирюзовым, и темно-синим, то есть по-разному на самом деле смотрится. Вот такие тоже очень классные, их люблю, но они тоже очень круто смотрятся, но именно из-за своего цвета и оттенка они подходят под гораздо меньшее количество одежды, но смотрятся не менее стильно и не менее классно, соответственно. Так, дальше у меня будет уже бижутерия, которую хочу вам показать. Первое, наверное, давайте начнем, может быть, с сережечек, вот такие вот сережки у меня есть, вот так они выглядят, они очень красивые, я их заказывала у девушки, очень популярные, я тоже оставлю ссылочку под этим видео на нее, вот такие вот сережки, это бижутерия, но смотрятся очень красиво, очень мило, такие вот они, как бы я их не так часто ношу, потому что они, ну на мой взгляд, такие слишком, они как бы очень такие женственные, под какой-то определенный образ, под какой-нибудь платьюшко такое нежное, романтичное, но тоже их люблю, эти свои сережки. Также, дальше давайте, наверное, я возьму вот эту коробку и покажу свои самые любимые из того, что здесь у меня есть. Ну, первое, давайте начнем, наверное, вот с таких сережечек, это сережки Сваровски. Вот эти сережки от Сваровски я тоже очень люблю, они красиво смотрятся, очень красиво они так сверкают, переливаются, я даже хочу купить такие подобные сережки, только с камешком поменьше, из золота, чтобы носить их на каждый день. Вот эти сережки я люблю, Сваровски, повторюсь, и частенько их ношу. Также у меня еще есть одни очень классные сережки, которые я тоже люблю, вот такие вот пусеты, не знаю сейчас, как они, актуальны или нет, но это сочетание черное с белым смотрится симпатично, и иногда, когда у меня есть такое определенное настроение, я сережечки эти надеваю. И также еще у меня классные вот такие сережки, тоже мне не нравятся, они также идут с кристаллами Сваровски, вот так они выглядят, в форме сердечек и такой переливающийся золотисто-серебристый такой вот камешек, тоже они очень мило смотрятся, и люблю их, любила вернее их носить, да и люблю в принципе носить их летом, они такие солнечные, красивые, летом именно очень классно они смотрятся. И также мне еще одни есть сережки, тоже мне не нравятся, это вот такие вот серьги, идут с камешками, очень красивые, люблю их носить, например, вечером куда-нибудь, под какое-то вечернее, не то чтобы вечернее, но такое коктейльно-вечернее платье, может быть куда-то в ресторан, на выход, в кафе, очень они симпатично так смотрятся. Вот, и также у меня еще есть такие вообще дешевые сережки, покупала я, по-моему, их то ли в центре, то ли в каре, ну где-то в таких магазинах, но они абсолютно не облезли, ничего с ними не случилось, и они такие минималистичные, это, конечно же, бижутерия, иногда я их тоже надеваю, потому что, на мой взгляд, они довольно-таки стильные, то есть если бы они были, например, из белого золота или из серебра, было бы очень здорово, вот, ну это просто бижутерия. Вот, и также еще пусеты у меня есть, как черный с белым, есть просто вот такие вот серебристенькие, тоже иногда под настроение я их надеваю. Ну, в принципе, из сережек это все из бижутерии, также у меня есть три колечка из бижутерии, ну, как бы вот такое, оно, даже не знаю, к чему его отнести, то есть это как бы и не бижутерия совсем уж, и не ювелирное кольцо, оно идет именно с, по-моему, оно никелевое, и идет с золотистым, ой, то есть с серебряным напылением, в общем, такое оно полу-ювелирное, скажем так. Можно, наверное, его отнести к ювелирной бижутерии, оно у меня уже достаточно давно, я с ним вообще ходила, скажем так, и в пир, и в мир, и мыла посуду с этим кольцом, не снимая, оно абсолютно не облезло, и совершенно ничего вообще с ним как бы не случилось. Также из ювелирной бижутерии у меня есть вот такое замечательное красивое кольцо, то же самое могу про него сказать, он абсолютно не облезло, очень так, ну, конечно, не на это пальце, вот, допустим, сюда, очень так оно красиво смотрится, мне нравится, оно такое, как бы его можно и на каждый день надеть, и можно на выход. И также еще одно мое любимое кольцо тоже из ювелирной бижутерии, но это, конечно же, разумеется, кольцо исключительно на выход, очень оно так классно смотрится, оно немножко у меня большевато, но, тем не менее, я его очень люблю, оно такое вот массивное, когда его надеваешь, больше никаких других украшений, в общем-то, уже и не нужно. Тоже оно абсолютно не облезло, и совершенно ничего с ним не случилось. Также еще хотела вам показать, у меня есть вот такие браслеты, это вот те, которые у меня есть сейчас здесь, на этой квартире, так у меня их гораздо больше, раньше они были просто мега популярны, вот эти, кстати, из натуральных камней, это лунный камень и вот еще какой-то, а это просто как стеклярус. Очень они такие красивые, конечно, они уже сейчас не так актуальны, как были актуальны пару лет назад, но иногда все-таки есть настроение их надеть, да и с часиками они иногда смотрятся очень, как бы, к месту, поэтому я их пока никуда не выкинула и никому не отдала, иногда я их надеваю, ой, извините. Также еще давайте вам покажу вот в этой коробочке, что у меня здесь есть, тоже из моих таких любимых украшений, сейчас я немножко уберу и вам все покажу. Первое, это покажу тоже вам вот такие вот серьги, очень они красивые, это, конечно же, вечерний, разумеется, вариант, я их надеваю только лишь исключительно куда-то на выход, очень красиво они смотрятся на самом деле, покупала я их где-то, ну, наверное, за полторы тысячи рублей, тоже очень качественная довольно-таки бижутерия, абсолютно не облезли и, как я сейчас вижу, не поломались, даже вроде бы камешки никакие от них не упали никуда, они очень красиво переливаются в искусственном освещении, конечно же, на выход под какой-то вечерний наряд, очень круто и здорово они смотрятся. Также к таким же сережкам я могу отнести свои серьги, которые были у меня на свадьбе, вот так они выглядят, но, вы видите, здесь уже камешки отвалились, но, в принципе, когда их надеваешь, этого незаметно. Эти серьги я заказывала на Алиэкспресс, в отличие от предыдущих, они стоили всего лишь, по-моему, 300 рублей, но на свадьбе они очень красиво смотрелись, и, конечно же, я их сохранила. Думаю, что, например, под какую-то собранную прическу, на какой-то вечерний выход они мне еще пригодятся. Но предыдущие именно были очень классного качества. Также еще из украшений у меня есть вот такой вот замечательный ободок, тоже его люблю, и надеваю его также на выход, очень красиво он так сделан, красиво переливается в волосах, сверкает такой вот нейтральный у него оттенок, но смотрится он очень и очень красиво. И также еще одно очень деликатное и симпатичное украшение, это вот такой вот кристалл Сваровский на тоненькой леске. На теле эта леска практически незаметна, оно надевается на шею, и как бы этот камешек впадает, знаете, на шею такая впадинка, именно прям туда он так ложится, и очень красиво смотрится. Как-то я была в нескольких видео с этим украшением, и многие у меня спрашивали, что это такое, и где я это приобрела. И также есть у меня чокер, сейчас они актуальны, но вроде как уже они так с актуальностью немножко начали терять, но тем не менее вот такой чокер у меня имеется, тоже я его надевала уже много раз, также мне он нравится. И также еще из ювелирных украшений, есть у меня, то есть ювелирных бижутерных украшений, есть у меня только лишь вот такое вот ожерелье, ожерелье, кстати, я не очень люблю, крайне редко их ношу, но есть у меня вот такое молочное с золотистым таким оттенком, иногда надеваю его с какой-то подходящей кофточкой, свитерочком может быть тоненьким, иногда оно симпатично смотрится, но редко очень ношу, в последнее время они как бы и уже не особо актуальны, вот такие вот ожерелья, вот, и к тому же, ну не знаю, как-то я не очень люблю, когда у меня что-то там есть на шее. И также вот такое вот одно, тоже, тоже мое любимое, вот, наверное, самое любимое мое ожерелье, которое я чаще всего носила, вот, и, ну, как я уже и сказала, сейчас я уже практически такое не ношу, но, тем не менее, иногда есть желание его надеть. Оно выглядит вот таким образом, на таких лентах, сзади это все завязывается в красивый бантик, и симпатично смотрится. Но это, конечно же, уже более такое, можно сказать, наверное, все-таки вечерний вариант.